Супружеский пост Как быть, если один из супругов не готов так долго весь пост воздерживаться от супружеских отношений? Это болезненная тема, болезненная она в первую очередь для тех, кто соблюдает супружеский пост Потому что им хочется всего этого избежать, они настроены на пост, а супруг, чаще всего супруг или супруга к этому долговременному воздержанию не готовы А им очень этого не хочется Но на самом деле они попадают под действие того, что написал апостол Павел в 7 главе 1 послания Коринфянам Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное и жена мужу Жена не властна над своим телом, но муж Равно и муж не власти над своим телом, но жена Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве А потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление Вот, то есть нас, апостол Павел предлагает нам вступить в некое соглашение Супруги договариваются Они должны разговаривать Если они разговаривают, они договариваются Проблема наступает тогда, когда люди, супруги, не разговаривают Когда они давно уже не общаются друг другу лицом к лицу Когда они свели личное общение к функциональному И тогда действительно неприятно, когда тобой пользуются Собственно, вот захотелось им, он пользуется Или ей захотелось, пользуется Конечно, неприятно это любому человеку Но и тут мы связаны определенными заповедями Но я понимаю, что это неприятно Но если супруги разговаривают и договариваются То он понимает, как это важно ей Что она хочет действительно побыть с Богом Она понимает, как это важно ему Что он уступает ей какое-то время И он терпит и ограничивает, а значит поститься вместе с ней От своих удовольствий, хотя вовсе не верит пока в Бога Но он настолько любит, дорожит, ценит ее выбор Что не приступает Она благодарит его за это И понимает, что он терпит, что для него это трудно Но ради любви к ней, а не к Богу еще Он это делает, она уважает этот подвиг И ограничив какое-то время По договоренности Она потом позволяет себе быть с ним И тогда нет ничего плохого Плохого нет, потому что во всем этом любовь Она по любви к Богу трудится Он по любви к ней терпит Она по любви к нему возвращается к нему Он по любви к ней благодарит ее За оказанную милость и поддержку И все становится совсем по-другому Христос постепенно начинает сиять В этой полноте брачного Брачного бытия, брачного ложа Брачных отношений, любви Ибо всякий любящий рожден от Бога Если же, конечно, такого Но если при таком согласии все есть То у людей обычно и нет никаких сомнений Люди понимают, что главное это любовь Честен брак и ложа нескверны То есть ничто не оскверняет сердце человека Если это делается в любви, по любви, ради любви, с любовью И подлинно христианин всегда это знает Но проблема-то как раз в том Что вопрос-то возникает тогда, когда Возможность договоренности уже нет Когда люди свели к функциональности Когда он просто требует Ему давно не волнует, что чувствует жена Во что она верит, куда она ходит, чем она живет Ему важно, чтобы была еда на столе Тело в постели Порядок в квартире А больше чем она живет Его не волнует уже давно Или ее точно так же Вот, неважно То есть, вот когда это все разрушилось Тогда, конечно, чувствовать Вот это постоянное состояние Что ты просто функция Это унизительно Это очень больно Это для души очень больно Это очень болезненное состояние И особенно в пост Эта болезненность, это восприятие возрастает Но здесь важно понять Что ведь проблема в том, что у нас утеряна сама суть Брак, любовь И надо вот это сетование О том, что ты превратился Или превратилась в функцию Перевести в молитву О стяжании любви Тогда пост должен стать горнилом В котором я возвращаю Перековываю свое сердце И возвращаю его в состояние любви Потому что цель любого Действия во Христе Любого действия в церкви В том, чтобы стяжать любовь Как говорит апостол Павел В том же самом первом послании Коринфянам в 13 главе Если даже я тело ради Христа Придам на сожжение А любви не имею Нет мне в том никакой пользы И поэтому я должен просто остановиться И сказать Так и что Ну да, тяжело мне, что меня используют Но ведь это в том числе и моя беда Я не люблю Уже давно не люблю этого человека Не люблю я его Мне тошно, когда он прикасается Или она прикасается ко мне Меня коробит от этого Значит я не люблю его Будьте братолюбивы Друг другу с нежностью Говорит апостол Павел А у нас никакой нежности Давно нет Значит я не люблю А если не люблю Значит я не рожден от Бога Значит что бы я ни сделал Какие бы упражнения Не предпринял Ничего не изменится Пока я не буду рожден от Бога Пока любовь снова Не высияет в мое сердце Ведь неформальные же Какие-то претерпевания Трудности нужны Христу Они суть упражнения Помогающие утвердить Возрастить себя в любви Если это возрождение в любви Не происходит То ничего не происходит Ничего И вот тогда это самое Эту проблему Которую вдруг опознаю Великим постом Связанную с супружескими Какими-то обязательствами Я вдруг понимаю Что беда не в том Дадут мне Не дадут попаститься Как я хочу Беда в том Что вообще нет Никакого смысла Твоего поста Если итогом Его не будет Любовь Хотя бы К этому человеку Самому близкому И в то же время Самому далекому уже Он больше всего Нуждается в моей любви Мы женились Когда-то Выходили замуж Для того Чтобы эта любовь была Чтобы сохранить И мы ее потеряли Мы потеряли Дар Божий Мы потеряли Своё рождение Во Христе Теперь пост нужен Для того Чтобы в покаянии Вернуть эту любовь Вот если так Осмыслить Эту проблему То будет Все Совершенно Иначе Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры